Денег, собираемых Норильском, а это более 500 миллионов рублей ежегодно, может оказаться недостаточно. Для выполнения всех запланированных капремонтов такое неожиданное заявление сделал министр ЖКХ «Края» Евгений Афанасьев в Норильске. Выходом может стать перераспределение собранных средств от профицитных бюджетов к дефицитным. Хотя Норильские, да и краевые власти, представляющие наш город, не раз высказывались против такого подхода. Почему посредством жить нельзя, выяснял Анастасия Гринько. На сегодняшний день по Норильску складывается такая ситуация, что до конца года средств при реализации планов капитального ремонта будет не хватать на оплату работ. Поэтому это выглядит несколько странно, когда мы говорим о том, что нужно принять закон для того, чтобы помочь Норильску в данный момент, а жители, как вы говорите, Норильска высказались категорически против. Я правильно понимаю, Норильску на данный момент запланировано больше работ, чем мы можем себе, грубо говоря, позволить. Значит, краткосрочный план Норильска подразумевает с 17-го, 19-го года выполнение работ на 223 домах. На сегодняшний день выполнено там 114. Еще работа впереди. Денег на эти виды, если не внести изменения в закон, не хватит. Внимательный зритель спросит, но позвольте, ведь не раз из уст разных чиновников и местного, и краевого уровня мы слышали о том, что у Норильска очень хорошая собираемость, около 86%. В реальных цифрах это 500 миллионов рублей ежегодно. Так давайте планировать столько работ, насколько денег накопилось на счетах нашего города. Но все не так просто. Существующая программа капремонтов рассчитана до 2034 года. Ее необходимо выполнить вне зависимости от того, сколько денег на самом деле есть. За этим строго следят федеральные власти. То есть даже 86% сбора не панацея, ведь выполнить все равно надо 100%. А где взять оставшиеся 14? Денег, планированных в тарифе до 1934 года, не рассчитано было сразу на все виды работ, которые были спланированы. Вот сейчас ситуация стала такая, что министерство столкнулось, что денег уже не будет хватать в тех тарифах, в тех сборах, которые утверждены. Что в любом случае со сборами надо обходиться аккуратно, то есть резко поднять их никто не может и не будет это делать, потому что есть ограничения в повышении сборов, утвержденные правительством Российской Федерации. Тарифы повышать нельзя. Отсюда и идея забирать излишки у профицитных городов, которые из-за программы все равно не сделают ремонтов больше, чем запланировано, и отдавать их тем, кто не добирает. Беда только в том, что и профицитных-то городов не каждый второй. Пока потенциальным донором называют только Красноярск, но даже его средств не хватит, чтобы покрыть расходы на капремонты по всему краю. Ведь если в Норильске собираемость высокая, то в некоторых районах она не достигает и 30%. И потом, а как возвращать эти деньги к краевой столице? Вопросов много, и сейчас рассматриваются разные пути решения. Один из них – привлечение федеральных средств. Есть возможности использовать федеральные деньги. В Красноярскому краю мы очень это делаем скупо, потому что там при использовании инновационных технологий, новых материалов, это вполне может быть. Мы можем использовать федеральные деньги. Я им задаю вопрос, вы как работаете, допустим, по Норильску для использования новой технологии? Никак. То есть, чтобы привлечь федеральные средства, нужно предложить передовые технологии строительства. А для этого нужно найти новых подрядчиков, составить проекты и сметы, согласовать это все на разных уровнях, что требует времени и денег. Как в Простоквашино, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Впрочем, у героев всем известного мультфильма хотя бы корова была своя, дойная. А кто станет такой коровой для фонда капремонтов, пока вопрос открытый. Анастасия Гринько, Артем Смирнов, Александр Вори. Новости Северного города. По словам министра ЖКХ, ожидаемый дефицит в Норильске на выполнение капремонтов уже к концу этого года может составить около 750 миллионов рублей. Но, несмотря на все аргументы, наши депутаты в ходе совещания с министром высказались против идеи перераспределения средств между муниципалитетами, предложив другие пути решения, например, формировать план с учетом реальной потребности города, а не спускать сверху вниз одну для севера и юга края программу, или создать на нашей территории отделение рекоператора по капремонтам, чтобы специалисты могли учитывать реальные, а не теоретические условия проведения ремонтных работ. На 11 июля запланировано второе чтение документов ЗАГС Собрания Края, где высказанные мнения должны учесть. Мы продолжим следить за темой. Кроме обсуждения будущего, оценил министр и текущую ситуацию с капремонтами, лично осмотрев крыши, где в ближайшее время должен начаться ремонт. А нашей съемочной группе удалось поинтересоваться у министра, что делать тем жителям Норильска, которые уже пострадали от недобросовестных подрядчиков. Ведь таких обращений к нам каждый год поступают десятки. Такая картина у нас регулярно происходит при ремонтах, кроме линистра ситуации, и кто должен это регулировать? Абсолютно безобразие. Вообще проведение капитального ремонта должно происходить таким образом, чтобы жители на самом деле практически не замечали строителей, которые выполняют эти работы, а видели только улучшения. Региональный оператор деньги такому подрядчику, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с возмещением ущерба, жителям не оплачивает. Что касается действий жильцов, пострадавших от такого ремонта, то путь министр обозначил простой. Сначала в управляющую компанию за соответствующим актом о факте затопления, затем в управление жилищно-коммунального хозяйства с соответствующей жалобой. Дальше в идеале жильцу остается только ждать решения проблемы. Или ремонта, или возмещения ущерба. А сейчас свежий пример того, как ремонт крыши может испортить не только имущество, но и жизнь какому-нибудь неосторожному прохожему. Кадры небезопасных работ нам прислал телезритель с набережной 23. Смотрим. Вот таким вот образом поднимаются грузы и качается раствор на крышу вот этого девятиэтажного дома. Вот. Вчера поднимали какие-то плиты. Естественно, люди из подъезда входят-выходят. Ограждение стоит для машин. Но людям как бы обходить-то как из подъезда. В подъезд же надо заходить. Вот они сейчас эту кишку опустили. Пока опускали, чуть окна не поучебали. Вот с этой стороны широкая проезжая часть. Тут достаточно места поставить что угодно. Никто не ходит никогда. Совершенно безопасно можно все поднимать на крышу. Нет, они почему-то это делают во дворе. Быстрее всего из-за того, что есть проблемы с согласованием ГАИ и не хочется возиться с этим. Об истинной причине такого решения строителей остается только догадываться. Но отметим, что оградительные ленты возле детской площадки, расположенной во дворе набережной 23, стали натягивать сразу после приезда нашего оператора. Хотя работы, по словам телезрителя, начались еще вчера. А теперь об отзывчивости норильчан. Беги, норильчанин, беги. Благотворительный марафон от фонда «Территория добра» стартует только 13 июля, но он уже помогает своим благополучателям. Сколько средств собрано и как обстоят дела у детей, которых поддержали полторы тысячи норильчанин. За три года существования проекта фонд «Территория добра» руками, а точнее ногами горожан собрал 2 миллиона рублей на реабилитацию семи деток. Нынешний марафон 13 июля, поддержанный грантом Норникеля по программе «Мир новых возможностей», поможет четверым. Сумма регистрационных взносов уже составила 350 тысяч рублей. Им сразу нашлось применение. С их помощью Нелли Крейс и Влад Лисицын уже в полной мере получили помощь. Нелли получила в санатории дельфинарий в Сочи, а Влад Лисицын в Санкт-Петербурге в центре прогноза. Эти дети привезут маленькие, но важные победы. На этих кадрах Нелли Крейс впервые сбирается по ступенькам. С диагнозом детский церебральный паралич это огромный успех. А вот такие фотографии прислали родители Влада Лисицына. Вместе с ребятами группы «Я сам» он совершил первую покупку в магазине, несмотря на аутизм. Когда мама рассказывала о том, что Влада включили в эту группу, это доказательство того, что из средней тяжести состояния ребенка он переведен уже в более легкую. И уже в эту субботу на лечение в Новосибирск отправится 16-летняя Алина Орлова. Это даст ей шанс пойти без костылей. Сделать шаг без посторонней помощи, как его старший брат хотел бы и трехлетний Алан Габараев. Посмотрите, какой ты молодец. Молодец вообще. Больно. Больно? Два года назад у Алана диагностировали спинально-мышечную атрофию. Малыш не может сам сесть, встать и пойти. А постоянная мышечная слабость отражается на его глотании и дыхании. В чем смысл нашего обращения в фонд? Нам нужен дорогостоящий аппарат от кашливателя. Он стоит 700 тысяч. Наша семья в данный момент не может себе позволить его приобрести. Потому что любая простуда для нашего ребенка может закончиться пневмонией. А чтобы этого не было, нам нужен этот откашливатель. Из-за слабости мышц он не может откашлить эту мокроту все из легких. А единственное лекарство, которое не дает патологии Алана прогрессировать, в России еще не выпускают. Уже в 40 странах мира его используют. Колят всем детям, взрослым с этим диагнозом. А в России пока только он в стадии регистрации, но уже на заключительном этапе. Ему присвоили статус орфанова. Вопреки заболеванию, Алана и его мама пытаются жить обычной жизнью. Малыш посещает садик, проявляет интерес к окружающему миру, много разговаривает. Немного облегчить его жизнь могут и норильчане, присоединившись к участникам доброго и активного дела. Регистрация проходит в штаб-квартире фонда на Севастопольской 4. Минимальный взнос 200 рублей. Кстати, вы можете зарегистрироваться на благотворительный забег, не выходя из дома. Для этого вам нужно перейти на сайт «Территория добра» и нажать на картинку «Норильск. Беги со мной». Василиса Матюшкина, Артем Смирнов. Новости северного города. Масштабное событие ждет Норильск и 20-21 июля. Город готовится к своему главному празднику – Дню города и Дню Металлурга. Моя коллега Александра Молодцова расскажет, что приготовили для норильчан. Саша, здравствуй. С чего все начнется? Здравствуй, Оксан. Но уже по традиции со спортивного праздника на стадионе «Заполярник» собираемся в 9.30. Главное не проспать. Это точно. После стометровочки или мини-футбольного матча тут, кому что ближе, можно отправиться на выставку. У предприятия Норникеля покажут образцы производственной техники. Разрешат даже посидеть за рулем. Машин будет много. Они займут всю дорогу от площади Октябрьской до Гвардейской. Потом можно будет подкрепиться. В районе Советской 5 откроется продовольственная ярмарка. С полудня и до восьми вечера там будут рады всем норильчанам. Кстати, работать она будет оба выходных дня. Конечно, не обойдется без приглашенных артистов. Концерт на площади Комсомольской дадут певица Валерия и участница шоу «Голос» Юлия Литыш. Но это только суббота. Будет куда пойти и в воскресенье. В 11 часов для всех желающих свои двери распахнут музей Норильска и художественная галерея. Гостей ждет квест-игра, посвященная Дню города. Семичасовой праздничный марафон начнется в 13.30. В программе шоу-дефиле «Парад невест», концерт от наших местных талантов, фестиваль уличного кино. И в конце подарок для всех поклонников рок-музыки – выступления норильских рок-групп. Свои программы также будут и в Толнахе, и в Каиркане. Вот такая программа ждет норильчан 20 и 21 июля. Кстати, Оксана, вы куда-нибудь собираетесь? Я бы сходила на концерт Валерии, но в этот день мы будем готовить для наших дорогих телезрителей телеверсию этого замечательного праздника. Спасибо, Саша, за рассказ. Юбилейный малыш родился в новом перинатальном центре Норильска. Там появился на свет уже полутора тысячный ребенок. Цифра-то хорошая. Вот только если сравнивать с годами ранее, рождаемость упала, сетуют медики. С чем это связано и во сколько теперь модно мамой становиться, расскажем прямо сейчас. Юбилейный полутора тысячный малыш в перинатальном центре Норильска. Мы вас подражаем. Хотела сделать подарки. Спасибо. Вот такой крикливый юбилейный малыш появился на свет в Норильском перинатальном центре 24 июня. Весом больше 3 килограммов, ростом 51 сантиметр. Это первый ребенок в семье Борисенко. Спасибо огромное акушерке, которую я у меня принимала, потому что благодаря ей все прошло очень даже хорошо. Назвали мою сына Александром в честь отца моего мужа. Людмиле 27 говорит, мечтала родить 18, но замуж поздно позвали. Там учеба. Было как-то не до этого. Вот отучилась, отработала, вышла благополучно замуж. И довела первого малыша. Планируете еще? Да. Минимум троих, максимум семерых. Пока молодая мама к выписке собирается, для нас организовали мини-экскурсию по местам, где рождается и вынашивается маленькое счастье. Этот крошка ждет своей первой встречи с мамой, пока она в реанимации после Кесарева восстанавливается. Так, это родовое отделение. Здесь шесть индивидуальных родильных залов. В общем-то, тоже все для женщины и для малышей. Вот, пойдемте посмотрим первый родзал. Ну, они стандартно, все родзалы выглядят. То есть, кровать-трансформер, вся аппаратура необходимая для мамы и для ребенка. Здесь есть еще дополнительная комнатка для родственников, это для партнерских родов. Нам удалось заглянуть и в отделение интенсивной терапии, где недоношенных выхаживают. Эти крошки, их вес от 500 граммов, поправляются под постоянным присмотром врачей. И это, говорят медики, огромный плюс. Раньше их перевозили в детскую больницу, а это и риск, и стресс. А пока мы на экскурсии были, подошло время выписки юбилейного малыша. Вы когда родили, тоже плакали? Ой, я ему так любви признавалась, потому что ему персоналу признавалась любви. На самом деле, незабываемые ощущения, тем более, когда тебе сообщают, что вот у нас появилась новая жизнь на свете. Пока мы провожали малыша в новую жизнь, врачи готовились принять на свет еще одного будущего нарельчонка. К сожалению, говорит Наталья Свешникова, желающих стать мамой становится меньше. Рождаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала уже на 13%. В 90-м году был так называемый демографический кризис, резко уменьшилась рождаемость. А сейчас в первые роды как раз вступают те женщины, которые родились в то время. И, соответственно, поскольку их меньше, и, соответственно, рождаемость сейчас ниже. Наиболее урожайные для Норильска были 60-е годы, когда город только строился. Тогда ежегодно на свет появлялось до 5000 малышей. Сейчас в два раза меньше, около 2500. Но врачи прогнозируют, что ситуация изменится через 3-5 лет. Галина Навроцкая, Владислав Матвеев, новости с северного города. А теперь новости из нового Норильского храма на улице Мира. Там закончилась роспись стен. Как получилось, увидел северный город. Внутреннее убранство храма не должно выглядеть, как Библия для неграмотных. Оно должно иметь свое лицо, говорил один христианский деятель. И такое уникальное лицо теперь обрел новый Норильский храм. Это место, где расписали в течение первого этапа, в момент окончания строительства. Вот здесь помещены фрески вот именно святых новомучеников, которые окончили свое житие в Норильске. Это святый мученик Петр и Стефан Наливайко. Петр Игнатов и Стефан Наливайко. Можно сказать, они изображены на фоне тогдашнего Норильска. Стоят бараки, вышки. Это тогдашний Норилак. Оба молодые люди, ну скажем, не больше 35 было. Один из них скончался в 43-м, другой в 45-м. Буквально не дожив там двух или трех недель до даты окончания своей ссылки. Здесь есть и лик святителя Луки, одного из самых известных представителей новомучеников и исповедников на Красноярской земле. Помимо того, что он совершал таинство крещения, будучи хирургом, спасал и жизни людей в Туруханске. Если присмотреться, за этим крестом изображено место, которое знает каждый норильчанин. Голгоф. Это некий символизм того, что Христос пострадал за всех нас, так же, как и на Голгофе мы видим тех людей, силами которых был построен этот город. И весь этот северный сюжет был продолжен и на других этажах храма. Для этого из разных уголков страны приехали 14 иконописцев. Начали расписывать стены в начале марта, закончили к концу апреля. И вот он итог. Ниже иконы «Сошествие Святого Духа на апостолов» увидеть изображение коренных народов севера. Вот в таких прямоугольных рамках. Расписчики начали второй этап работ, в планах которого было заложено расписать внутренние стены купола храма и верхний этаж. По поводу краски. Я узнавал у мастера, что это за краска. Это краска, которая предназначена именно для, скажем так, сырых, холодных поверхностей. И ее, в принципе, можно немножко помыть влажной тряпкой, допустим, где-то. Поэтому не требовалось покрывать какими-то лаками, растворами и так далее. Получился уникальный в своем роде храм, узоры, росписи, сюжеты которого – дань памяти новомученикам, жившим на Норильской и Красноярской земле. Анастасия Гринько, Галина Навродская, Андрей Казак. Новости северного города. И новости компании. По современным стандартам на медном заводе работникам сделали большой подарок. Там открылись новые гардеробные, душевые, парные и собственные фатарии. Северный город увидел все своими глазами. Каждый шкафчик оборудован, вытяжной системой. А все начиналось еще год назад. Именно тогда подрядчик приступил к большому комплексному ремонту этого помещения. Отделка новой инженерной коммуникации, полная замена электроснабжения. Сегодня гардеробные, площадь которой более 2000 квадратных метров, обустроены по самым современным стандартам. Интересно, что в этом производственном бытовом помещении есть и свой фатарий. Вот в этой комнате, где я сейчас иду, есть 9 специальных установок. Ежедневно работники медного завода могут получить свою полезную дозу ультрафиолета, которой так не хватает у нас на севере, особенно зимой. Одномоментно душевыми, парными и другими помещениями могут воспользоваться 840 человек. Также каждый шкафчик оборудован системой вытяжки, что помогает избавиться от неприятного запаха в помещении. В прошлом году аналогичный ремонт был сделан и в женских раздевалках. А меж тем, череда капремонтов на медном заводе будет продолжаться и дальше. Дальше пойдем на следующие раздевалки. У нас еще есть два этажа, на которых пока не добрались. Каждый год мы будем делать по одной такой подобной раздевалке. Специалисты заполярного филиала рассказывают, программа по улучшению социально-бытовых условий работников Норникеля работает уже 15 лет. Гардеробные спортзалы, столовые. За это время условия улучшены более чем на 150 производственных объектах. Первые объекты начали ремонтироваться в 2004 году. Поэтому есть такие объекты, на которые мы уже возвращаемся. Даже понятно, что с прошествием времени приходится как любому нормальному хозяину возвращаться и поддерживать объекты в хорошем состоянии. Этот ремонт на медном обошелся компанией почти в 65 миллионов рублей. Однако в этом году на 703 миллиона рублей отремонтируют еще более 20 производственных локаций. Михаил Чернов, Вячеслав Матвеев, новости северного города. Днем в городе небольшая облачность, без осадков. Ветер с северной четверти 4,9 метров в секунду. Температура в городе плюс 21,24 в окрестностях до 25 градусов тепла. Здравствуйте, Ципромат. И поговорить я сегодня хотел бы вот о чем. Мышки, крыски, антисанитария и душный запах традиционного. Хотя лишь как лучше получилось, как всегда. Да, все это про мусорную реформу. У меня иногда возникает ощущение, что у власти на все проблемы есть один ответ. Если возникает какая-то проблема, какой-то трабл, надо главное придумать какое-то ведомство или структуру, которая будет этой проблемой заниматься. Вот не просто улучшить общую деловую среду и ее прозрачность, чтобы, например, тем же мусором, его сбором и переработкой могли заниматься разные организации, заинтересованные конкурировать друг с другом. Нет, вот лучше ткнуть пальцем, сказать, пусть будет единый регоператор, а мы с него спросим. Но, как показала недавняя прямая линия, история с регоператорами пока оборачивается эпик-фейлом. И сам президент в этой ситуации начинает сдавать назад и дистанцироваться от неаппетитной реформы. Ну, чудесная же цитатка. Владимир Путин, совсем недавно мы приняли решение, я согласился предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на этих контейнерных площадках. Или управляющие компании соответствующего дома или квартала, или так называемые региональные операторы. На самом деле мне безразлично, но многие губернаторы считают, что лучше регоператоры пускай делают. Пусть делают, только пусть они этим занимаются. То есть президент от мусора открестился и сказал всем зрителям, это на откупе у губернаторов пусть решают. И получается, что если президент сказал правду, у регионов есть возможность откатить все назад и отказаться от услуг оператора, который пока не смог предложить ничего лучшего, чем мы уже имели. Вот я бы со стороны норильчан постарался понажимать на эту тему, потому что вот тут есть надежда на поддержку. Напомню, депутаты направляли в федерацию предложение повременить реформой для края, потому что очевидно было, что не готова инфраструктура. И вот, кстати, ЖЭКи, я вас уверяю, в этой ситуации окажутся на стороне населения и будут только поддерживать отказ от регоператора. И не потому, что у них там какие-то деньги перехватили, а по еще более простой причине. Вот, понимаете, раньше ЖЭК сам нанимал владельцев мусоровозов, и те вывозили мусор чаще, чем сейчас. И денег хватало, и проблем особых мы не замечали, и ЖЭКи мы по мусору хоть и теребили, но все же реже. А сейчас у ЖЭКов проблемки. То, что регоператор плохо и редко вывозил мусор, и то, что расплодились полчища крыс, это уже превращается в проблему ЖЭКов. Потому что крысы в доме, мусоросборник на подъезде на территории дома в зоне ответственности, ЖЭКа. И вывозит, вернее, не вывозит регоператор, а за санитарное состояние домов, диротизацию и так далее, все эти вопросы прилетят. ЖЭКам. Так что тут, как никогда, вдруг возможно совпадение интересов управляющих компаний и жильцов, чтобы эту мусорную реформу откатить. И, кстати, после первого одурения от мусорных миазмов, головы, похоже, начинают проясняться даже в высоких кабинетах по всей России. Потому что за работой регоператоров начали, наконец, следить и местами жестко. Вот что доложил тому же Путину руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев. И есть вопиющие случаи, в частности в Омской области, когда соответствующий тариф завышен более чем в два раза. Мы провели там проверку, выдали соответствующие предписания. К счастью, мы такое право выдавать предписание полгода назад получили. Они обязаны его исполнить, и они его исполнят в ближайшие дни. Тариф будет снижен практически в два раза. Там же оператор, правда, еще пытается защитить свои тарифы. Но, я думаю, после доклада Фаса Путину шансов у него, мягко говоря, мало. А тут уже к своим регоператорам стали подкрадываться активисты по всей Россеюшке. Активисты Общероссийского народного фронта в Кировской области направили регоператору обращение с просьбой скорректировать график сбора мусора в трех районах. Многие жители не пользуются услугами спецтранспорта, который приезжает за мусором в неудобное время, а самостоятельно вывозят отходы. Но что особенно важно нам, возмущение звучит и насчет Красноярского края. Причем из уст целого президентского полпреда. Жители Красноярска обращаются по вопросу оборудования контейнерных площадок по двум адресам на улице Дружбы. Им подготовили ответ. Сначала будет определён объем финансирования до 20 января 2020 года. Направлен в правительство края пакет документов для получения субсидии. А срок выполнения до 1 октября 2020 года. До улицы Дружбы за это время зарастет мусором. Так мы новую систему обращения с отходами не запустим никогда. Это отметил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. И кстати, вот на фоне этого бардака в федерации начались разговоры, что да, сначала бы надо было новую мусорную инфраструктуру построить, а потом уже искать, кому вывоз передавать. Проснулись, да? И да, на новые полигоны нужны субсидии государству. Без этого, по мнению Роспотребнадзора, сибирские регионы скоро ждёт мусорный коллапс. Короче, власти начинают просыпаться и признавать, что строя мусорную реформу, они начали не с фундамента, а с крыши, и та рухнула. Возможно, это шанс пока откатить всё назад. А это был Справат. Увидимся.